Сегодня у нас в гостях парикмахер-стилист Шибанова Татьяна. И она нам расскажет о тех средствах, которые представлены в наших каталогах Арифлейм. Ну даст свою экспертную оценку и может быть какие-то нам секреты расскажет по уходу за волосами. Танюша, здравствуй. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Шибанова. И хочу немножко рассказать о себе. Я с рождения живу в городе Котласе. Никогда не думала, что буду парикмахером, но чувствовала, что тянет очень. Училась в городе Сыктывкаре. Постоянно езжу повышаться, либо к нам приезжают специалисты. Очень люблю свою профессию. Искренне это говорю, на самом деле это так. Люблю общаться с людьми, узнавать все новое. Мне предложили использовать, попробовать использовать продукцию компании Арифлейм. И мы проводили тесты и работали на данной серии, новой, стайлинговой. И хочу немножечко поделиться своими впечатлениями. Значит, у нас есть лак и мусс. Лак имеет две фиксации. Сильную, это цифра 5, здесь написано. И средняя фиксация, цифра 3. Хочу сразу сказать, какая фиксация для каких волос подходит. Потому что это немаловажно в придании образа. Сильная фиксация подходит для нормальных волос. И средняя фиксация подходит для тонких волос. Лак нормальной фиксации очень хорошо подходит для каждодневного применения. То есть, на каждый день легкая, не склеивает волосы, сохраняет объем в течение дня. И не оставляет налет белый на волосах. То же самое я хочу сказать про лак сильной фиксации. Опять же, вернусь к прическам, где мы используем лака гораздо больше, чем для прически на каждый день. И когда его много, бывают лаки, которые оставляют налет на белых волосах. Этот лак не оставляет налет. Это очень важно. Татьяна, скажи, как правильно пользоваться лаком? Лаком правильно пользоваться на расстоянии. Потому что, если его поднести близко, будет сырое пятно, скажем так, которое может использовать образ. И, в принципе, объем пропадет под тяжестью лака. Сколько сантиметров нужно отступать? Сантиметров 30-40. Так, и наносится, я просто видела на мастер-классе, ты наносила как-то сверху? Да, сверху распыляя равномерно, равномерным слоем по всей голове. То есть не надо наносить на конкретно какие-то участки там где-то, да? То есть надо равномерно, и тогда укладка сохранится дольше, и не будет никаких изъянов именно в этой укладке. В своей профессии я привыкла использовать профессиональные средства. Но хочу отметить, что вот эта серия, компания Reflame, не уступает профессиональным средствам. И, как известно, в любых средствах есть какие-то положительные качества, какие-то отрицательные. То есть нельзя сказать, что да, вот этот лак или там мусс, он идеален во всем. Есть свои плюсы, есть свои минусы. И хочу сказать, что лак и средней фиксации, и сильной фиксации, они не уступают профессиональным средствам по своим показателям, да? Потому что они не склеивают волосы, сохраняют объем, не оставляют налет. И, в принципе, по качеству, то есть он не сырой, не тяжелый. То есть все качества, которые им хотелось бы видеть в средстве по уходу за волосами, да, вот стайлинговым, они все их придерживаются. То есть как вообще определить, качественный лак или некачественный? Вот, например, я обыватель, прихожу в магазин или беру по каталогам. Как я могу определить? Лично для меня, я считаю, что показатели хорошего лака, это отсутствие запаха резкого, пускай он будет какой-то приятный, да, запах, но не резкий запах. Он не склеивает волосы, хорошо фиксирует, не склеивает, да, и не оставляет налет на волосах. Ну и, наверное, хорошо вычесывается. Да, и хорошо вычесывается. Да, то есть это основные пять показателей, которые очень важны при работе с лаком. То есть если я иду на торжество, на свадьбу, юбилей, то мне надо использовать пятерочку, а если я каждый день хочу фиксировать прическу, то есть достаточно троечки использовать. Хорошо. Еще хочу обратить свое внимание на мусс, который тоже предоставлен в этой серии компании Reflame. И хотелось бы, наверное, отметить то, что он не тяжелый, то есть его используем под фен, да, так образно говоря, то есть мы помыли голову и наносим мусс на влажные волосы. Сильную фиксацию я рекомендую вам использовать на нормальные волосы, для того, чтобы сохранить объем в течение дня. Вот, если бы мы использовали на тонкие волосы сильную фиксацию, то мы бы просто испортили всю структуру, да, фактуру прически. И она просто бы не смотрелась легкой и объемной, пышной. То есть жестко бы волосы были. Да, жестко бы и было тяжело бы, даже во время процесса было бы очень тяжело. А не утяжелел бы вот этот вот сильной фиксации мусс прическу с тонкими волосами? Утяжелел бы. А как вообще вот судить о том, что определить все-таки у тебя нормальный тип волос или тонкий? Ну, это, наверное, каждый все равно для себя как-то решает. Но тонкие волосы, они больше, допустим, зимой подвержены статическому электричеству. Тонкие волосы, да? То есть они на ощупь более мягкие? Они на ощупь более мягкие, да, более такие тонкие. То есть, а как укладка лучше держится, на тонких волосах или на нормальных волосах? Это все зависит от тех средств, которые вы используете. Если вы используете все по инструкции, да, правильно, то укладка держится одинаково на любых волосах. Может и на нормальных, и на густых волосах, если неправильно используемого средства, и укладка держаться плохо, либо вообще не быть ее. В данной ситуации я не могу сказать какие-то плохие качества данного мусса, потому что он меня устроил. То есть, в принципе, тоже от профессионального мало чем отличается, да? А как у него запах? Запах очень приятный, что тоже имеет большое значение, на мой взгляд. Приятный запах, опять же, он хорошо вычесывается, не оставляет никакого следа на волосах, да, потому что бывают такие средства остальных, которые, ну, нельзя оставить их незамеченными. То есть, видно в прическе, это очень некрасиво смотрится. Вот, в данной ситуации не оставляет следа. А, Татьяна, еще тогда такой вопрос. Мусс наносится на прикорневую зону волоса или на всю поверхность? Смотря какую мы преследуем цель. Так, например, если я наношу на прикорневую зону? Если у меня средняя длина, я хочу создать объем корней, я наношу на прикорневую зону. Если у меня длинные волосы, я хочу создать какие-то локоны, например, да, на расческу или еще как-то, то я наношу мусс по всей длине. И с учетом и прикорневой зоны тоже? Да, да, да. Так, а если у меня короткие волосы, то тогда что лучше использовать? Если короткие волосы, ну, прикорневого нанесения будет достаточно. Потому что мы же будем еще использовать лак в конце, да, чтобы создать окончательный образ. Тогда вот у нас еще есть гель, который представлен в этой серии Хайрекс. Несколько слов о геле, что можно сказать. Хочу обратить также внимание на гель, предоставленный тоже компанией Арифлейн. И немножечко рассказать о разнице между гелем и муссом, и как использовать правильно эти средства. То есть, как мы уже поговорили, мусс мы используем под фен, то есть на влажные волосы мы наносим муссы и придаем объем. То есть нам мусс помогает создать объем желаемый, нужный. Вот, а гель мы используем в редких случаях, скажем, да, то есть в индивидуальных случаях, даже, наверное, так. В основном подходит для людей, у которых вьющиеся волосы, с помощью его можно создавать волнистую текстуру волос. И гель продает нам контроль структуры, в принципе. То есть он достаточно жесткий, да, и когда особенно высыхает, его сложно изменить его положение. Это очень хорошо для вьющихся волос. Люди, которые не знают, куда податься, чтобы сделать хорошую кладку, повседневную хотя бы, да, то они могут использовать этот гель. Может быть даже не полностью по всей голове, а какие-то конкретные элементы, как акцент. Например, челка, да? Например, челка или просто концы. То есть, ну, конечно, не надо делать так, чтобы было так деревянненько, чтобы так постучать можно было. То есть это все должно быть в меру. И наносить тоже правильно на расчески. Так же, как и мусс мы наносим на расчески, да, так удобнее. То же самое мы также наносим гель на тонкую расческу, на плоскую. Можно с редкими зубьями его наносить, а потом прочесать по всей длине, чтобы он равномерно распределился таким образом. Так, и основные его показатели, это вот именно контроль структуры и придание блеска. Объем, наверное, тут не имеет у нас такого... То есть моделирование прически получается? Моделирование прически, да. Гель мы не использовали в мастер-классе. И, в принципе, в работе я его не пробовала. Вот, ну, как и все гели, они, в принципе, работают одинаково, да. Хочу сказать, что я слышала отзывы от клиентов своих, которые использовали этот гель, и от своих коллег. И отзывы достаточно положительные, то есть он соответствует своему назначению, хорошо фиксирует, хорошо моделирует пряди конкретные, либо всю форму головы. Фирма Reflame предоставляет нам воск. Воск предназначен для моделирования прядей. И тоже могу сказать, что это контроль структуры, то есть он достаточно такой жесткий, да, и хорошо моделирует пряди, фиксирует их. То есть он нам не нужен под укладку, он не нужен нам в качестве фиксации как лак, то есть мы его используем на конкретные какие-то элементы, как акцент. То есть его не надо наносить на всю поверхность волос. Да, его не надо наносить на всю поверхность волос. И даже у корней волос. Даже у корней волос, особенно у корней волос, потому что он может в корне все изменить. Используем его на готовую уже укладку, да, то есть на высушенную и под пенку, да, то есть мы уже нанесли пенку, сделали нужную объемную, и потом мы можем моделировать пряди. Так, а каким образом это делается? Это делается легкими движениями рук. Легкими движениями волшебных рук парикмахера. А как вообще правильно? Ну, то есть вот мы открыли банку с воском, дальше что мы делаем? Мы наносим его и распределяем. На кончиках пальцев? Да, на кончиках пальцев. И носим кончиками пальцев. А, прямо руками? Можно и поглубже в струк, ну, как бы, да, вот в форму забрать. То есть это опять же зависит от того, какую мы преследуем цель. Если нам нужна какая-то креативная укладка, где там должно все стоять, торчать, то мы можем конкретно уже прямо так плотненько наносить этот воск. А если нам нужна повседневная укладочка, то мы можем только оформить какие-то элементы, как в качестве акцента в своей прическе. Недавно открыла для себя такое средство, называется сухая шампунь, компания Reflame. Хочу сказать сразу, что этот шампунь не для каждодневного применения. То есть мы используем это, например, в дороге. То есть длительная дорога, бывают разные ситуации жизненные, когда просто нет времени или места или возможности освежить голову, и мы наносим вот этот шампунь. Наносится она также 30-40 см от головы, потому что она таким образом распределяется равномерно. и прочесать, то есть взбить форму и прочесать хорошо волосы. Таким образом он проникнет по всей форме головы, во все волосы и придаст ощущение матовости. То есть уйдет вот этот блеск, который мы получаем от того, что наши сальные железы постоянно выделяют. Вот, и то есть будет эффект матовости. Хочу отметить, что голова чище не станет этого. То есть это средство для экстренных случаев. Если вы куда-то торопитесь, и вам нужно хорошо выглядеть, но нет времени абсолютно на то, чтобы прибрать голову, можно использовать такое средство. Имеет резкий запах ментол и яблоко. То есть если есть какая-то непереносимость, даже не резкий, а просто такой специфический запах, ментол и яблоко. Если есть непереносимость, то лучше воздержаться. При укладке мы использовали расчески компании Reflame. Очень мне впечатлила именно вот эта расческа. Она имеет двойной эффект, то есть двойное предназначение, скажем так. То есть этой стороной мы можем придавать объем у корней, приподнимая их. А вот этой стороной прокручивая, мы можем придавать текстуру волосам. То есть протягивая их, они будут более шелковистые, создавать такой эластичный, шелковистый образ. Очень удобное применение. Даже для себя вот я отметила, что очень удобно пользоваться. То есть в любой расческе круглой есть свои недостатки. То есть она обычно вот здесь цепляет. Эта расческа не цепляет. Могу точно об этом сказать, потому что проверяла не один раз. Прорезиненная ручка не скользит. То есть мы конкретно можем какую-то прядь контролировать, используя эту расческу. Данная расческа используется для придания объема у корней. И также можно создавать локоны такой расческой. Татьяна, спасибо тебе большое. Я думаю, что сейчас у наших зрителей сложилось впечатление той продукции, которую ты протестировала. До свидания. Всего доброго. Будьте красивы с Reflame. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...